Пару слов нужно вот ещё, правда, о чём сказать. У нас есть разница между русским и греческим языком не в, собственно, аддиктивном употреблении причастий, а во временах причастий. Ну, так же, как есть разница во временах глаголов. В русском языке у нас есть причастие совершенного вида, причастие несовершенного вида, причастие настоящего, причастие прошедшего времени. В греческом языке у нас есть причастие настоящего времени, подчеркивающее продолженное действие, и причастие о умности, подчеркивающее факт действия. Мы с вами особый акцент делали вот эту, на продолженность, на фактичность, когда говорили об обстоятельственных причастиях, и вот теперь нужно небольшое замечание сделать. Продолженность у причастий настоящего времени, когда они употребляются аддиктивно, может быть ослаблена. Если в обстоятельственных причастиях, где причастие играло такую глагольную роль, описывало действие, соотнесенное с другим действием, продолженность причастия от настоящего времени была очень значима, и на нее нужно было особое внимание обращать при толковании, то в причастиях, которые употребляются вместо прилагательных, в аддиктивных причастиях, ну просто вот такое прилагательное употребление причастий, значение продолженности может ослабить. Давайте мы с вами посмотрим Евангелие от Матфея, пятую главу, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, и для начала 32 стих, там речь идет о разводе, от 31 стиха, от 32 стих. «Эгу де лагу хмин, я же говорю вам, хоть и пас хо апулон тэн гунайка ау ту, что всякий развалящийся с женой своей, ну там помимо вины любодеяния, там дает повод перебадействовать и так далее. Ну нас сейчас интересует первая часть предложения, разводящийся. Вообще говоря, развод это в каком-то смысле разовая процедура, говорить о разводе как о длительном процессе, или говорить о разводе как о многократном процессе, смысла нет, развелись и развелись. Здесь важен факт развода, но при этом причастие стоит в настоящем времени. Почему настоящее время? Ну может быть потому, что это некий вот такой универсальный принцип, справедливый всегда, и вот настоящее время как-то хорошо соответствует этому употреблению, но вот какая-то видовая значимость, процессуальность, нам ее здесь акцентировать нет никакой нужды. То есть они не просто грешит тот, кто долго или постоянно разводится с женой, а сам факт развода, несмотря на причастие в настоящее время, уже является основанием для обвинения. Почему нам на это нужно обратить внимание? Потому что посмотрите в этом же тексте, но он чуть выше, 28 стих. Я же говорю вам, что всякий блепон, от глагола блепоном, известный глагол, известная форма, смотрящий на женщину с лждивлением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Блепон при части настоящего времени. Во многих комментариях вы встретите такую мысль, что всякий, кто постоянно смотрит, кто продолженно смотрит, кто не прекратил смотреть, а вот как-то ищет повод посмотреть на женщину с лждивлением, он прелюбодействовал. Ну, это, в общем-то, объяснение в каком-то смысле востребованное, потому что взглянул на женщину, и раз, вот какая-то эмоциональная реакция, и если вот эта реакция, которая мгновенно вдруг как-то откуда-то пришла, откуда-то произошла и является уже грехом, Иисус говорит, поводействовал сердце, но мы теряемся от обилия этого греха, и нам хочется какое-то более простое объяснение. То есть взглянул на женщину, случилась какая-то эмоциональная реакция, ты говоришь, нет-нет-нет-нет, не буду смотреть, отвернусь, закрою, и так далее, и так далее, и вот как бы преодолел это, и тем самым не согрешил. Ну, даже если это и правда было бы, мы не можем такое рассуждение строить на том, что здесь причастие настоящего времени. То есть причастие субстантивированное, а здесь оно субстантивировано, смотрящий, всякий смотрящий, да, причастие, у которого агдедиктивное значение, у него глагольная составляющая, продолженность, ослаблена, и есть ли продолженность, нет ли продолженности, мы не можем вытягивать из этого причастия. Просто в этом же контексте, когда разговор шел о разводе, видели, продолженность в роли не играет. Поэтому вот в толковании будьте осторожны. Так же, как продолженность была очень важна в обстоятельствах причастия, и там надо было как-то не потерять и не проигнорировать это, так и вот продолженность не надо выдвигать на первый план в аддиктивных причастиях. Она может быть, но тогда должны быть какие-то дополнительные, контекстуальные соображения, говорящие нам, что все таки. В данном случае продолженность имеется в виду. Без этого не ссылайтесь. И настоящее время причастия в 27 стихе, как и главы Евангелия от Матфея, в осени способ себе снять ответственность и сказать, «Ну, я не очень долго смотрел, да, вот это вроде как и не так плохо». Отнестись надо к предостережению Иисуса в независимо от долготыс смотрения серьезно. Итак, еще раз просто нужно повторить, это очень важно, как нам определить категорию употребления причастия. Первое. Наличие или отсутствие артикля. О обстоятельствах причастия никогда нет. И если артикль есть, то это точно не обстоятельственное причастие. Второе. Так как обстоятельственное причастие описывает действие сопутствующего другому действию и выполняемого тем же подлежащим, что и другое действие, то значит обстоятельственное причастие будет согласовываться по воду, числу и падежу с подлежащим для вот этого вот главного действия. И по этому согласованию мы видим, что причастие обстоятельственное. Если причастие имеет артикль и не согласуется с подлежащим там для главного, главенствующего глагола в данном предложении, то оно аддиктивное. При этом, если оно стоит само по себе, не определяя другое слово, оно субстантибированное. А если оно стоит при другом слове, оно, скорее всего, будет определительным определять это слово. В редких-редких случаях, особенно вот причастие без артикля, потом вот артикль и какой-то субстантиб, в очень редких случаях оно будет предикативным. Но вот в основном мы в учебнике у вас, собственно, только две категории описаны. Для аддиктивных это определительное и субстантивное. Ну и плюс к этому обстоятельства. Можете на 309-й странице в конце посмотреть такую небольшую табличку, которая помогает нам размышлять о причастиях. Есть ли определяемое слово, является обстоятельственным или аддиктивным. Если аддиктивное, то определительное или субстантивное. Какие у причастия вид, какое у причастия золотное, и вообще что все это обозначает. Хотя вот это вот разнообразие употреблений кажется несколько отбивающей с толку, но, во-первых, контекст очень хороший помощник, во-вторых, русский язык очень хороший помощник. Увидели причастие, заподозрили, что оно может быть обстоятельственным, попробуйте перевести ей причастие, вы послушаете, как это звучит. Не звучит, неуместно, не подходит, попробуйте перевести причастие. И практически все греческие причастия, вот если они не обстоятельственные, нормально переводятся русскими причастиями. Теоретически можно всякое причастие превратить в предаточное предложение, вот даже в уроке есть такие примеры. Например, в Матфея 5.40 «Желающему с тобой судиться и взять рубашку твое, оставь ему и верхнюю надежду». Ну, можно тому, кто желает. «Желающему отдай» или тому, кто желает. Или Матфея 2.20 «Ибо умерли те, которые искали души младенца». Или искавшие души младенца. Ну, здесь, кстати, по-гречески, конечно, причастие настоящего времени, от глагола «зетэлзе» – «тунтес». Ну, почему я перевел на русский язык причастием прошедшего времени? Ну, потому что в русских причастиях есть времена, и мы понимаем, что искали души младенца раньше, и вот русский язык требует в таких случаях указать время, поместить причастие в прошедшее время. В греческом языке нет времен, нет времен, есть только вид для настоящего времени, подложенный для Лориста, неопределенный. Ну, и на этом уровне разнообразие форм греческих причастей поменьше, чем разнообразие форм русских причастей. Поэтому вот тут у них стоит просто причастие настоящего времени. Опять-таки, не надо делать какой-то большой акцент на том, что они там все время искали и так далее. Ну, просто вот такая характеристика. Искавшие души младенца они были, они умерли. Ну, в контексте речь идет прежде всего об Ироде, ну, чтобы его не называть и просто обозначить какой-то вариант, вот класс такой, о котором идет речь, вот тут такое вот причастие в множественном числе стоит. Но, опять-таки, как видите, переводить причастие приданочным предложениям можно, может быть, иногда это поможет, но не обязательно. Попробуйте перевести причастие, будьте внимательны к роду число и падежу, и у вас все получится.